во имя отца и сына и святого духа первая книга библии бытие 16 глава с 1 по 16 стих то есть главу прослушаем эта тема в этом заключается но сара жена аврамова не рождала ему у ней было служанка египтянка именем агарь и сказала сара аврам вот господь заключил чрево мою чтобы мне не рождать войди к служанке моей может быть я буду иметь детей от нее аврам послушался слов сары и взял сара жена аврамова служанку свою египтянку и агарь по истечении 10 лет пребывания аврамова в земле ханаанской и дала ее авраму мужу своему жену он вошел к гае и она зачала увидишь что зачала она стала презирать госпожу свою и сказала сара сара аврам во видимые ты виноват виновен я отдала служанку мою внедра твою она увидев что зачала стала презирать меня господь пусть будет судьей между мною и между тобою аврам сказал саре вот служанка твоя в твоих руках делай с ней что тебе угодно и сара star 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 стала притеснять ее и она убежала от нее и нашел я ангел господин у источников воды в пустыне у источника на дороге к суру и сказал ей ангел господин агарь служанка сарина откуда ты пришла и куда идешь она сказала я бегу от лица сары госпожи моей ангел господин сказал ей возвратись госпожей своей и покорись ей и сказал ей ангел господин умножаю множе потомство твое так что нельзя будет исчезть его от множество и еще сказала и ангел господин вот ты беременна и родишь сына и не речешь ему имя измаил ибо услышал господь страдание твое он будет между людьми как дикий осел руки его на всех и руки всех на него жить будет он при лицом всех братьев своих и нарекла галь господа который говорил к ней с именем ты бог видящий меня ибо сказала она точнее видела здесь вслед видящий у меня посему источник тот называется д.р. лахаи лаха рои он находится между кадесом и между боредом речь идет об обиде не обиженных людей сегодня очень трудно найти где надо где не надо государство на покойника тысячи лет назад умер все равно разницы никакой нет детей нет искусственности меня не было как сейчас нанимают за деньги ну такая мать будет она суррогатная сама ввела а теперь ты виноват поэтому не слушай женщину она тебя будет сильно преследовать потом здесь каждому слову можно верить авраам спасибо не буду сказать сказать простой такой был человек который не воспротивился ну ты просила ты знала кого мне давала что она забеременеет ну и делай что хочешь но стын то твой там отвернулся и пошел на работу вот сегодня картину это нарисуй ведь никто не одобрит ни ада не его она на него написано в обиде прямо написано обиды авра может на нее обиделся служанка на обоих обиделась вот так я встречал жизни женщину одну она девушка была еще она недовольна отцом который умер у отца пальцы на ногах немножко друг на друга она вот я теперь даже не могу тебе показать ну если бы не отец тебя бы вообще не было ну маленько то шаги дальше у тебя что плохо воспитывал все так но у него так но у меня такие ну а как же оно и должно быть похоже это господь так делать чтобы любили детей своей господь говорит она похожая бабка души нечая на ходе точно так же открячет ну на меня прям похоже а там ничего и обыкновенный ребенок где-то господь и говорит то новое будет заложено того другого но что-то будет нравится и мы более все ты сам себя и любишься если тебе в ней это нравится вот посмотрите сколько разводов я статистику узнал когда думаю это обман наверное в первые четыре года разводов у нас в российской федерации восемьдесят четыре шестьдесятых процента из тысячи которых вещи там в загсе 846 разойдутся а кто ж этих детей то которые прижили разводятся так первые четыре года может быть ребенку уже тем более иногда знает до расписки с тобой обида обида я стал считать сколько обид вижу нет не пойдет так дай-ка загляну в интернете сколько способов убийства написано сколько причин убийства написано а сколько причин обиды нигде не написано почему до 100 что я говорю же сейчас кто-то обижается сразу увидел туда вот я говорил проповедь какая ну какой есть сразу подошел сосед и говорит ты опять меня трогаешь это как-то узнал на ты про машины говорила что меняете каждый день когда не не знаете уже чем себя тешит а священник стоял рядом а я подумал про меня говорит зато узнать не называя имени мы врачу им человек вот я желал бы сказать а это нельзя делать там я могу здесь я не могу называть ни человека присутствующие здесь итак мы сегодня посмотрим на что бывают обиды сразу скажу фраза у христиан обиды нет обида не христианское дело возьми любой любое выражение и себя все время повторяя как только подойдет так это вспомни я на это посвятил 61 год проверяя абсолютно всегда это дает положительный результат обиды на кого-то а можешь это его исправить а нужно ли они явля виноват ты все это перебери когда скажу что будет дальше заполыхает пламя еще больше у него соратников еще больше дали а что вы говори ему если покаяться примиритесь а если нет возьми двух-трех по порядку 2 этаж прошли 3 скажи все черты если тогда нет вот тогда решительно уже никакой обиды нет просто он как мытарь и грешник этого человека нельзя исправить и ничего не сделаешь вот мы поем здесь я не пою вы поете 9 блаженств и последнее самое великое блаженство везде миротворцы которые с сынами божьими нарекутся плащащие утешатся знаете как круткие земли наследует а здесь когда будут вас гнать злословить за меня так на ли пророков бывших ведь прежде вас радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда не просто награда а велика нигде больше нет этого а какая радость которой ты доставляешь богу вот скажи сам себе сегодня момент такой сейчас наступает ты вспомнил сколько нас было 10 лет назад или когда мы сюда пришли 30 лет назад сколько сегодня а причина какая никто не пришел ни через одного откуда приходили тогда люди университет тем более пяти и делал занятия в 13 школах по радио выступал оттуда приток был и батюшка говорит через меня через батюшку он сам тебе говорит ни один человек не пришел а как он придет вот я крещу ну там 17 вчера там нынче там 19 а тогда было 28 сразу причина в нас везде и обижать тебя ни на кого не надо просто взвесь это все найди человека по твоим рассуждениям разумного который по слову божия живет и говорит и посмотри что как будет нашей властью никто не доволен вот чтобы доволен было такого-то и грабить это миллиардером стал на самые эти мятежные 90-е годы им это надо было но я это и друг друга убивают теперь мы стали соревноваться у кого больше миллиардов долларов миллиардов и когда выступали один другой я их знаю смотрел за ними исправить уже невозможно ему только бежать надо отсюда а где-то там там на него петлю наденут не узнаете о коми говорю если не знаете борис а как что без обиды жизнь возложи на господа печаль твою он год мне отмщение я вас дам ты веришь ему у тебя нет ну не на что жить сегодня поверь тебе на улице могут и не подать если ты помолишься и скажешь господи ничего нет вот мы каждый день молимся у нас интернетное содружество дозвон идет утренняя молитва с разных стран люди а потом через два часа опять дозвон кто может кто нет я обычно если больше там 30 человек я тогда показываю чтобы видно было и тогда сразу сейчас занятия были полчаса мои я отвечаю на вопрос а меньше мне тоже некогда сколько можно когда же человека 70 при больше 80 а то мне уж 84 тут уже выгадывать не приходится на костылях ходим и так мы посмотрим что нам говорит святая библия к слову сказать трудно это сделать но научитесь говорить когда библия произносите слова святая библия почему потому что на всех языках я посмотрел что мне известно холебайбл прямо корочки написано если немецкая где-то алиган бибель святая библия на корочки так и написано святая библия поэтому меня где-то в проповедях встречается слово библия как что издаем книги стихотворение если стихотворение там нельзя а в прозе везде поставьте слово святая мы чем хуже людей а если она тебе не святая но я считаю святой и все-таки напиши чтоб сердце дрогнуло сколько ты давал советов сколько упрекал кого-то с кем был недоволен и все благодаря тому что не это сделал и ты не смотри кто скажет вот я скажу одну фразу и сразу если кто знаток он сразу меня упрекнет за это в мире с одна книга тире библия и в мире есть одна личность тире христос а кто сказал то вот мартин люкер основатель протестантизма ну и что из этого сказал правильно четко и ясно ни одной буковки лично нету вот и все ухты всеми жизнь испортила море едут и разговаривают между собой говорила мать они у него отец пьяница такой же вот и правда пошел на пересе запился он недоволен ею при людях позоришь так быть дал тебе и уже нет прощения дети на этом вырастают уважения к родителям нету а если бы как решить по слову боже у меня тоже не согласие бывал не не раздет от сразу щетки я столько называется уголок помолился гляну рядом стоит молится 23 раза тут я иду уже на работу и помолил не поел а тут переживание сколько прямо указывает господь что меня мне воздайте и так мы прочитаем я тоже сразу скажу что слово обида библии встречается 36 раз а слово обижать же а обижать так это там 43 а 39 а тут 43 это 82 раза в библии говорится об обиде совсем немного а почему она не должна быть мы увидели несправедливая обида была у сары а ведь мы сару то знаем что где абрам там и сара они не разошлись а вот измаил а теперь наказание на тысячелетие ты дикий осел будешь против всех это что мусульманство 2 миллиарда 2 миллиарда теперь и против них и сейчас вы что в израиле есть а израиль это старина вот она куда вылезла уже это все старина работа и по сегодняшему абрама саду подкаблучника бы назвали зачем но тогда не запрещала сегодня у тебя служанка прислуживает а уже нет верующие ты скажу в один к служанке засмеют тебя даже смотреть нельзя с вожделением времена были другие и по этим временам мы не имеем права тоже никого судить но измаильтяне измаильтяне это вот они как раз и есть и савряне их звали раньше это мусульмане дальше я не буду говорить этой темой потому что я покажу еще кто виновен здесь а можно было выправить это положение но это другая тема считаем бытие 21 23 мы посмотрим что дух святой запечатлел в этой чудной книге святой библии где бывают обиды и как бороться и по каким причинам в основном тут мамона на полную почту отработать мощь отработает и теперь поклялись мне здесь богом что ты не обидишь не меня не сына моего не внука моего и как я хорошо поступал с тобою так и ты будешь поступать со мною и землею в который ты гостишь если живете не в частном доме то у вас причин быть обиженным на соседи много но здесь один я заперся никто не мешает когда встал ушел вышел прогулялся а в домах не так то кран забыла закрыть то газ но еще страшнее газ сколько рванет до самого подъезда дальше уже плиты ломают и все люди погибают почему наша небрежность молитвы нет я всегда таким людям один задаю вопрос первый читал ли библию когда последний раз считал читал я когда-то года три назад я говорю если бы три года назад ты пообедал больше за стол не садился а то тело ты его знаешь минимум два раза ты хоть раз в день поешь а это душа бессмертная а когда молился я верующая православный показывает крестик целует но если это так скажи когда ты храме был когда причащался этот простые вопросы видишь и он начинает выходит я не выходит так начинаем по-новому рассматривать все остальное для другого ты служил для бога тебя нету мы молимся молюте господи умудри власти и издавать и исполнять добрые законы чтобы было из чего уделять нуждающимся а там молитву такой мне господь открыл и теперь в интернете и и повторяют люди мы чего от вас я просим ничего кроме того чтобы издавали мудрые законы выполняли их это уже исполнительная власть что было еще выделять нуждающимся а то есть горе то какое пенсионер не может и за квартиру заплатить ничего и все нарастут обижены просто обижен народ а что делать молиться и в этой обстановке нельзя ничего сделать ты можешь сказать можно писать властям но не больше написано молитесь за царей это вышка и начальствующие но вышка это не расстрела высоко должность у него есть и так мы расстаемся с тобой ты помни нас были хорошие отношения не поноси меня хорошо относись к моим детям внукам вот теперь договор мы уезжаем откуда-то скажи доброе слово даже сейчас которые уходят у нас были люди есть так вот пришел человек поблагодарил за все и ушел другой ушел день и ночь поносит и поносит и а уже не ходит он совсем все потерял и дети выросли неверующие еще больше не сделаешь при том это я говорю о бывших членах нашей общины когда человек упустил из виду что перед ним господь и он допускает вот это прошли позапрошлий вот тут но не позапрошлий еще больше это и в тихий когда был здесь помазать надо батюшка добавить я помажу я не болею мне не надо мазать а нынче то есть почти год на меня шесть болезней сразу опустились и ну пока еще хожу своими ногами ну спрашивать прежней а кто виноват никто не виноват если ноги болят я прошел посчитал только вот в эту типографию ходила 3300 километров замерил ногами вот этими у меня нет никакого транспорта если где меньше пяти остановок я всегда ходил пешком чтобы не платить три копейки и поэтому все там стерлось уже сочленения какие но бог дает ходить еще благодарить вспомни которые не могут ходить которые без ног родились ты найди за что бога прославить господи ноги мои отбегали благодарю тебя на плохое на выпивку никогда не было этого где-то может что-то не так прости грешному человеку и здесь я расстаюсь с переездами нынче господь позволил мне поехать то место я родился теменцевский район поселок карповка найти человека одногодка рядом с нами жил и где конкретно я впервые а издал крик и ничего не могу сделать набрали его новой заветы салтырию и всем этим которые рядом были всем подарил это сказал и нечаянно тул на человека который стала называть моих родственников сестрой училась я там столько дал не знаю что привезли это бог делает так побудить поблагодарить бога и я мог здесь и не быть тем более кто помогал помни где тебя помогли где эта возможность твою исправили все время их на руках говорится молитвы неси но это такое я когда-то было что работали в горах и пошли оттуда в пурга и мы идти не могли все потеряли мы ползком добирали до первой селени ползком по снегу и рядом помню женщина первым прошла и у нее ведро видно свиньям несет корочку попросить она не дала мы до следующего дома доползли там накормили напоили вот прошло уже 60 с лишним лет я туда заезжая время от времени это в горах ну найдите кто тут жил от благодарить человека мы только сидели за столом тут и уснули вот может кому-то это не надо знать у тебя другое было что-то такое вспомни их это благодетели потому что на суде божьем это все придет давай играть семей и восьми и христиан говорит и хлеба твои тебе его возвратятся так бытие 20 23 просчитали мы так 1 царств 12 3 перерасставание защитнее обижаться что тебе было не так 1 царств 12 3 вот я свидетельствуйте вот я свидетельствуйте на меня пред господом и пред помазанком его у кого взял я была у кого взял осла кого обидел и кого притеснил у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои и я возвращу вам в деле то есть судья он а суде взятки берут он здесь юридический факультет видимо и ездит это и уже там на пятом курсе задали вопрос а все так это печатали беседельных раз в барнауле но сколько бы ну показал дальше ты можешь быть генеральным прокурором нет а сколько получать будет столько-то а взятку дают в 20 раз больше чуть не 80 с лишним процентов подняли руку взял бы взятку вот и все то есть он говорит я за взятку нигде не делала он судья он пророк над всем израилем самуил что взял главное это мамону вот этом обида и человека обидеть проще всего пришли квартиры ты когда оплачивала на папка не может оплатить ее в другое место там не знаю куда могут закинуть закон разрешает это закон потому что она не может оплатить это же их понять можно ну дальше то надо помнить что человек работал на химическом предприятии вы видите какой он есть без валидола говорят встать не может дальше 1 сар 2034 то есть он говорит ни у кого не взял ничего я ухожу я умираю я сегодня скажу мне тоже предъявите сегодня все претензии спали все кто что имеет я говорю к вам как живым людям которые останьте другим это скажите мой исход может быть совсем рядом кого взял что-то не дал не заплатил ну постараюсь конечно так не ответе что твердая уверенность я может быть действительно где-то взял хотя бы займы не брал никогда нигде ничего нигде вообще нет и государство не должен был да мало ли чё двадцать тридцать четыре и встал и анафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесяще потому что скорбел о давиде и потому что обидел его отец его обидел упрекнул за дружбу с давидом мы знаем чем кончится это прямая ниточка что шла он погибнет самоубийством и последнюю ночь кого преследовал тем и пойдет приселил волшебника колдуном и к этой банке пошел и чем от жизнь кончил где он саул его именем не называли в израиле столетия первое это саул это савл это одно и то же гордое имя салон 9 35 я несколько мест прочитаю чтобы увидели из-за чего у нас бывает обида или один обижается сильно пишет говорит автомобиль ехал ну пьяный шофер то и задавил моего сына или дочь говорит почему он олимпиадах везде на первом месте был на него обид не было почему вот этот соседская она бредная конопатая почему ее не задавил но шофер еще выскочил из машины на остров уплыл спрятался и когда уже сказали где у там милицию ну скорее посадите меня найдут задавлю вот причина то ам а как ему быть ну чужую беду руками разведу я скажу только были примеры такие у одного человека сразу в один день семь лет детей погибло и он видел они вчера только подходили благословлялись у него благословлялись и три дочери рядом и все погибли и он только сказал бог дал бог взял книга его первая глава перед псалтырию вот например а далее сатана и дальше сказал так а то ты проверил на других а вот его попробуй и тогда неизлечимая болезнь лепра проказа покрыла от подошвы до головы ему нельзя в городе быть нигде в больнице не было таких лечебных медсуда такой был японец изобрел будто бы вакцину такую тогда не было это и он должен сидеть это на куче на воду за городом и скреб себя этот гной златоус говорит и когда он соскребал вот так вот кожи уже нету из его сердце засияло как ослепительное солнце и дьявол больше к христу не подошел и он ослеп дьявол понимаете это только златоус может так увидеть и думаешь действительно так все ребра наши а так как шпанго вот у корабля как стропила на на крыше исая 29 20 1 2 хорошо псалтырь 9 35 ты видишь ибо ты взираешь на обиды и притеснения чтобы воздать твоей рукою тебе придает себя бедный сироте ты помощник вот так обиды вот обиды как не обиды не обиды вот меня мать мария егоровна работает колхозе ты корову доила когда-нибудь вручную и как даете не один раз 12 коров два или три раза в день а тут пришло время колхозы переименовать садхозы какая разница ничего не нужно все одумано было и вот закон какой был если первые после как переименовали и первые два или три месяца не работал человек предыдущий стаж пропадает а у матери моей 10 детей и предпоследняя девочка как раз заболела она за телятами ходила последнее время и она не вышла из нее все это смели мы везде писали я помогал все бесполезно закон мы по закону поступили законодатели сегодня даже пересмотреть многое в своей жизни сколько обидели и когда они уехали в грузию мать пошла уже 65 лет было пошла в школе работать уборщицей хоть какую-то пенсию получить 10 детей возрастила муж инвалид она должна за ним еще ухаживать без руки рядом мать ее мать у которой тут материн и братья 3 погибли на фронте она за ней ухаживает и моя мать еще какое какая умела кто начислял обнимать целовать их днем и ночью тем дали хорошую пенсию и мать еще нет ну ладно сынок что сделаешь бог видит и тех никого нету она дольше всех жила благословен господь поэтому да не так вот у меня пенсия маленькая но мне не давали работать нигде единственное что я мог делать во внедорожной охране того района железнодорожек где я жил на охране куда еще даю я не сидел сложа руки 3 дня свободно я везде клал печь и у меня заработок было много больше чем у кс бы я работал на стройке даже это бог делает а беды никакой нет но я близко познакомился с милицией у них был занятия уроки я после защищали один раз вот ведь как видимость сегодняшняя богу только доверясь и как-то так складываются все обстоятельства что у тебя будет лучше нежели если бы ты стал мстить а я им отомщу я говорю далеко ты идешь а мне вот то-то сделал мы сегодня решили сделать но вы знаете что такое слово опустил это грязное слово над мужчинами изгаляются и в одной воинской части такое обида то какая он уже не может даже вместе вместе взять у кого-то что-то он называется опущены и посмотрели перед ним-то торчонок стоит равен шамсудинов то и как легли спать он восемь человек автоматом посек сразу президенту нашему доложили и все ему дали срок я думаю освободиться вы смотрите кто перед вами отец мне в моем милиции только что приезжал спрашивал как сынок он хотел военным быть но не все таки я не одобряю я говорю у бога все в руках а почему офицеры места так они вот они лежат убиты они меня и мучили вместе со всеми когда считаешь а он такой кроткий смотришь даже не верится что может видели все газеты напечатали это мы нельзя не доложить то было я говорю о том чтобы обида у нас далеко обходила нас я христианин и больше мне ничего не надо я христианин то скорее христианка так то бы я конечно как-то бы тебе напакостил а я прощаю да благословить тебя господь далее иеремия 6 7 а 20 9 20 исаия потому что не будет более обидчика и хульник исчезнет и будут истреблены все поборники неправды а какое обещание было дает не будет этих обидчиков бог сметел в одну корзину никого нету все а как преследовали кто-то где-то молился узнали накрывали вот я помню только в варнауле было здесь там северо-западная кажется 144 баптисты собирались а вот их разгромили а у них под полом столько там младенцев которых они убивали баптисты вверхогорд они делают надежда у меня в школе у нее было 18 ребятишек поэтому нам пример только можно с ней брать данном а здесь а мы вот обижены нас гнали вам это на помощь и нам на помощь чтобы про это узнали иеремия 6 7 бог обещает не будет обидчика как источник извергает из себя воду так он источает из себя зло в нем слышно насилие и грабительство перед лицом моим всегда обиды и раны перед богом как вода вот это истощается это прорвало где-то на наши улицы сейчас делают дальше удивительные рельсы все убирает почему людям нужна вода и прочее проводят и здесь говорит обиды перед богом ты все время проси господи прости им все я может быть через минуту уже уйду из этой жизни чем я писал на мне обижена там кому не ответил есть они нас которые там оказывается молятся господи до коли не мстишь за кровь нашу это в откровении говорится господь подождите до коли еще мне должно быть убитым три миллиона только два с половиной когда не дополнить полное число тогда мы наведем за счет ян затаус говорит некоторые отрицают суд божий но мы спросим коротко ты веришь что бог справедливый конечно а на земле справедливость да никто не не знает справедливости это какая справедливости не ждали договоре договора составили не трогать друг друга 22 января тут рухнуло все как это придет время было бы судить по другому а раз по-другому и под справедливость воссияет значит она на земле не воссиялась она в другом месте у тебя доказательства что будет за гробом мире суд божий суд божий 21 12 иеремия мой самый любимый пророк дом давидов так говорит господь с раннего утра производите суд и спасайте обижаемую от руки обидчика чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших до того что никто не погасит вы не заступаетесь господь говорит вы знаете что это то быть я заступаюсь а от бога по-другому однажды давид неплохое дело мы сейчас бывать перепись населения и давид стал говорить а у него который главный военком был говорит его зачем тебе это народы так видишь каждый у нас народа много я сказал делать и как только сделал ему сказали цифру ему нужно было узнать от 20 до 50 лет сколько мужиков какую армию могу выставить теперь расшифровано все это и дрогнуло сердце его и сразу господь послал ему пророка гада и сказал три казни тебе выбирай какую три года которые ты будешь что-то то-то три месяца бегать от людей или там трения когда будет ангел господний лучше в руки божью впаду но и людям он знает что люди они безразмерные убирают убивают родителей детей когда нападают где-то сколько раз приходилось считать ворвались комнату а там в это время приехали гости всех данного убили а из-за чего не из-за чего и вот это вот это говорит мне предоставки говорит господь мне и поэтому вот по этой причине чтобы не было хуже мы должны простить эту обиду не надо дальше плащ еремея 359 это редкая книга 359 ты видишь господи обиду мою рассуди дело мое все научитесь молиться еще раз повторим ты видишь господи обиду мою рассуди дело мое она обида возникает но только не притворяю в дело рассуди господи все молитва кончилась просто обижается на родителей там не такое образование дали дети обижены родителями еще только нету все это тебе господи придаем руки далее малахи 2 16 последняя книга библии канонической библии святой если ты ненавидишь ее отпусти говорит господь бог израилев обида покроет одежду его говорит господь слов посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте верловно знаете итальянский развод какой пока жена не умрет жениться нельзя потом нанимает убить чтобы и убрали теперь можно жениться другой не мог никак а когда сообщили что она там со студента была умерла он по городу бежал сан-петербург кричал ныне отпущаешь и раба твоего что может жениться он 14 как в оковах свистал дальше деяние 1814 еще немножко эта тема очень важная важно она если ты стоишь здесь и вспомнил не ты имеешь а он имеет попытайся примириться положить жертву но если он ожесточившийся ну тут ничего тебя тебя не зависит и попытка была-была все осталось так когда же павел хотел открыть уста галилеон сказал иудеям иудеи если если бы какая-нибудь была обида или злой умысел то я имел бы причину выслушать вас вот если этого нет отспорят о вере но мне зачем это нужно была обида обида то что-то взял и не отдал вот в самым а как взял не отдал но так дает что-то ему ну а ты в залог что даешь под залог ипотека а там рушилка своя была такая вернее верхней жерна крутился он брал этот жерна тот человек и уносил или верхнюю одежду он как ночью спать ему холодно господь верни с доходом солнца вот как бедно жили то люди ему завтра не ну уж я не говорю муку он не сделает но пшеницу раздробить можно у меня брат делать рушилки дальше второе корица м7 2 я говорю об обиде вместите нас мы никого не обидели никому не повредили ни от кого не искали корысти апостол павел пишет уже наступила эра христианства никого мы не обидели чем не обидели ничего не взяли лишнего об этом только речь идет а их никак нельзя было обидеть 12 10 и мы сейчас увидим как он себя представляет не обижающим людей 12 12 10 посему я благодушенствую в немощах в обидах в нуждах в гонениях в протеснениях за христа ибо когда немощен тогда силен благодушенствует павел в обидах я одно слово выделяю только что перечисляет и у него были обиды обиды которые хотели ему нанести и поэтому своего преследовали однажды 40 человек дружба такая у них все ножи наточили кинжала и договорились завтра мы вызовем в суд что вызвали и сразу кинемся не успею задержаться но мы его зарежем вы знаете эту историю какая же это была такая обида потому что он говорил что ни грамма не поможет все это фарисейство чтобы там руки моете проще потому что он умер за нас господь уже пришел мести об этом идет речь дальше филимону 118 филимон если знаете это был рабовладелец видимо такой хозяин и у него была слуга анисим и что-то там у него схватил и куда-то в город большое там как иголка в стоге сено и все там видимо прокутил есть нечего говоря да тут фильме один сидит чудак у всех кормит к нему приходят столько людей приносят да ты что он пришел и павел стал говорить и дальше какой результат был а филимон это его ученик был павлов 118 если же он чем обидел тебя или должен считает она мне всего примирение так ну своровал да так но ты мне своей жизнью будет обязан если я тебе не проповедовал душа твоего дуба горела а теперь ты раб христов не раб сатаны ну конечно мы знаем что действительно подстрадал многое может взято считай на мне и он не мог считать но знаем раз послание павел говорит он устыдился теперь спустя 2000 лет мы это считаем можно еще одно место хотя бы прочитать откровение 11 5 посмотрите что бывает если кто захочет их обидеть то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их если кто захочет их обидеть там он линжит быть убитым вы знаете о ком речь идет два пророка сойдут не из иерусалима с неба вот это когда считаю что они же всем прощают прощают но бог дал такую власть только начали против говорить что-то да вы из них прям огонь выходит и сразу они головешками лежат вот сегодня если бы такую власть кому-то дать у нас до земли не было ее сожгли бы столько было найдено обидеть обидчиков а это два пророка илья енох церковь так толкует это место от слова обижать 544 матфея мне слово обижать хочется высветить больше мафея 544 а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас вот как поступать а он тебя да я хотел ему помочь а мне надо отойди но это неважно ты сделал все дальше ход закрытый ты невиновен и последнее место евангелие от луки 11 45 вот обида сегодня у нас в полный рост вошла сюда и что вспомнить как и начинает обычно родители я поила кормила а он поила кормила а другом не удостоилась быть ты маленько дальше ты посмотри если бы пока он еще в овощеве был ты пела божественной песни ребенок уже там бы слышал на старте мандрит знакомая то у него сестра вышла замуж на ребенок две недели все таки ну капризный сколько две недели она спрашивает когда можно начинать учить уже на две недели опоздала если он накормленный сухой кричит не подходи к нему он так и поймет что играть матерью он уже не будет итак лука евангелие луки 11 45 на это некто из законников сказал ему учитель говоря это ты и нас обижаешь вот когда мы будем говорить правду вот я беседую со многими сектантами разных разных названий как они обижаются но я должен сказать они не церковь у них нет епископата я должен и своим сказать почему возникла это мусульмансы не проповедовали люди не знали бога и налоги брали с этих народов то время где разная они одного туда кирилла мефодия не послали за 600 лет за 600 лет а теперь теперь попрятались господи помоги нам никого не обижать и на кого обиды не держать богу нашему слава навеки веку аминь аминь